Вопрос. Мой брат желает жениться, а мама выбирает ему невесту. Две стороны и сторона жениха и сторона невесты уже договорились о свадьбе. Однако после дозволенного по шариату взгляда на невесту и после договоренности с ними мы обратили внимание, что некоторые женщины этой семьи, например тети этой девушки не имеют детей, а если у некоторых из них есть дети, то их дочери не могут иметь детей. Должна ли эта девушка говорить своему жениху, нашему брату об этом? Будем ли мы грешны, если мы не скажем этого? Мы верим, что Аллах дарует потомство кому пожелает, но должны ли мы сказать своему брату об этом? Или не должны из опасности, что заставим его сомневаться и бояться? Хуала Аллаху. Возможность иметь детей даруется Аллахом. Как он сказал, Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает потомством женского пола, а кого пожелает мужского. Или же он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, он делает бесплодным. Воистину, он знающий, всемогущий. В одном доме могут быть те, кто имеет детей и те, кто не имеет их. Причина отсутствия детей может быть как в мужчине, так и в женщине. Вы упомянули тетей со стороны отца и девушки, но не упомянули ни о сестрах, ни о тетях со стороны ее матери, ни о дочерях дядей. Если религиозностью и нравом девушки вы довольны, если жених принял ее в качестве будущей жены, то не нужно упоминать то, что может привести к отмене брака или к тому, что станет причиной переживания и ожидания. Однако, если большинство ее родственниц не имеет детей, или это известное дело и не является тайной, то в этом случае вы должны сообщить своему брату об этом, чтобы он был в курсе. Шариат поощряет брать в жену женщину, которая может иметь много детей. Сообщается от Миркаля ибн Ясара, что он сказал, «Однажды к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, пришел один человек и сказал, «О посланник Аллаха, мне очень понравилась одна красивая знатная женщина, но она не может иметь детей. Жениться ли мне на ней?» Пророк, саляллаху алейхи вассалям, запретил ему это. Когда тот вернулся во второй раз, он сказал ему тоже и запретил жениться. Но потом он пришел в третий раз, и пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Женитесь на любящих и рожающих. Поистине, я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами». Ученые упомянули, что о плодовитости женщины судят по ее родственникам. В Кашшафу лькаина сказано, о плодовитости действенницы узнают по ее родственницам, известным своей плодовитостью. А Аллаху ведомо лучше.